Иудеев 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 называли народом книги, потому что вся вера, весь уклад жизни иудеев строились над тем, на том, что написано в Священном Писании. У христиан тоже понятно. Ранние отцы церкви цитировали Новый Завет, да и Ветхий Завет, как авторитетное Священное Писание. Никаких вопросов по этому поводу не возникало. Даже если у кого-то они возникали в самом начале, то потом эти люди погружались в Священное Писание и вопросы для себя решали. Так, например, Иероним, тот самый Иероним, который переводил в Библию Священное Писание на латинский язык, сначала не мог спокойно читать некоторые книги Священного Писания, ему было тяжело. Потом, когда Бог начал в нем работать, он не только изменил свой взгляд, но он по-настоящему оценил и те места Священного Писания, которые вначале для него представляли сложность. На протяжении веков авторитет Священного Писания был незыблем, но начиная с 17 века в философии и в сознании человека происходит несколько важных перемен. И первая перемена – это возвышение самого человека. Пожалуй, это нужно было показать на слайдах, но пока просто запишите себе лично в тетрадке. Возвышение концепции самого человека. Собственно говоря, возвышение концепции человека было аритмотивом всей эпохи Возрождения. Начиная от интереса к человеческому телу, физическому устройству человека, кончая возвышением человеческого разума, как мирило всего. И как только началось возвышение человеческого разума, началась также переоценка того, как мы относимся к окружающей природе. Стало понятно, что все мироздание делится на две области. Одна область постижима нашими чувствами, нашим разумом. Ее стали называть естественной, природной, натура, что называется. То, что связано с нашей природой. Другая область непостижима нашим ощущениям. Я не могу это пощупать. Я не могу это увидеть. Я не могу этого услышать. И, очевидно, есть какие-то вещи, которых я не могу осмыслить. А теперь смотрите. Если мой разум это мирило всего, то то, что постижимо моему разуму, действительно существует. Вот я могу это проверить экспериментально, то есть воспроизвести некий процесс. Хорошо, он существует. Я могу его доказать на основании неких свидетельств, очевидцев, например. Хорошо, он существует. Но если я не могу ни пощупать, ни доказать, что делать вот с такими явлениями? Вот Бог, например. Я могу увидеть некие события, но уж как их объяснять, это мое дело. Это либо результаты Божьего действия, либо результаты каких-то естественных процессов. Ну, либо третий вариант – естественные процессы, направляемые Божьим действием. Так вот, разум эпохи Возрождения и эпохи Просвещения сделает следующий шаг. «Все то, что лежит за пределами объяснимости, за пределами разумности, признается несуществующим». Иными словами, начинается отрицание сверхъестественного. Ну, начинается оно, правда, не сразу. На пути к началу отрицания сверхъестественного лежат такие взгляды, как, например, я намеренно не называю имена, чтобы вас не перегружать, но имена философов. Лежат, например, такие взгляды, как, да, конечно, Бога нет, но надо жить и поступать, как будто Он есть, потому что это полезно. То есть, если просто предположить, что Бога нет, люди же убивать друг друга начнут. Давайте все-таки предположим хотя бы для того, чтобы сохранить общественное устройство, что Бог есть. И вот на основании этого предположения будем жить. Но, понимаете, жить на основании удобного или полезного предположения достаточно сложно. И этот этап вскоре оказывается этапом пройденным. Господствует рационализм, и все, что выходит за рамки разума, признается несуществующим. И теперь на основе вот такого мировоззрения мы начинаем с вами читать Библию. В начале сотворил Бог небо и землю. А где свидетели? Очевидных нет. Так, свидетелей нет, свидетельских показаний нет. А можем ли мы это воспроизвести лабораторно? Нет, не можем. А можем ли мы предложить другую гипотезу возникновения неба и земли? Да легко. Даже несколько. Хорошо. Предполагаем другие гипотезы, которые в какой-то степени даже можно воспроизвести лабораторно, но в какой-то очень ограниченной степени. И тогда гипотеза о Боге оказывается ненужной. Помните известная фраза «в гипотезе о Боге я не нуждаюсь» для объяснения сотворения мира. Иисус ходит по воде. Может ли это быть? Глупость. Быть этого не может. Это сверхъестественно. Исаия пророчествует за 700 лет до появления Иисуса Христа, пророчествует о младенце. Может ли это пророчество относиться к Иисусу Христу? Да никак не может. Откуда ему Исаии за 700 лет знать о появлении младенца Христа? Вот XVIII – начало XIX века – это время, когда Священное Писание со своего престола практически не спровергнуто. То есть показано, что Священным Писанием масса сверхъестественного, необъяснимого и даже ошибочного. И более того, особенно в таких богословских странах, как Германия, в XVIII веке происходит еще один процесс. Богословие становится невообразимо скучным. Почему? Потому что богословы занимались логическими построениями. Потому что богослову выучивали огромное число терминов. Выучите, пожалуйста, несколько классификаций атрибутов Бога, в каждой из которых по 20-30 атрибутов. Проблема в том, что про Бога забудешь, а одними атрибутами заниматься станешь. И вот молодежь начинает отворачиваться от богословия. Значит, с одной стороны, неиспровержение Священного Писания, как книги, содержащие огромное количество ошибок. Библия нам не нужна. Но, с другой стороны, народу, особенно молодежи, мыслящей публике, скажем так, прискучило богословие. Богословие академическое. Богословие, не соотносящееся с действием. И вот это такой тупиковый момент для христианства, во многом тупиковый момент для христианства. Но на помощь приходит то, что называется романтическим сознанием. Наверное, вы слышали о стиле в музыке, в литературе, в живописи, который называется романтизм. Стиле в Западную Европу, пришедшем в 18 веке, в России, проявившемся в своем несколько российском варианте, допустим, у Лермонтова уже в начале 19 века. Так вот, в Германии стали делаться попытки, причем очень удачные попытки, соотнести романтическое миросознание с Библией. Такие люди, как Шлеермахер, начинают говорить, что да, ребята, возможно, в Библии есть ошибки. Но не это главное. Главное, что Библия по-настоящему романтическая книга. Смотрите, приходит Моисей, его никто не понимает, но Бог за него, и он на стороне Бога, он выводит свой народ из Египта. Проходит Давид, и он помазан Богом на царство, но царь есть уже другой, есть Саул. Давид бегает от Саула долго и упорно. Настоящий романтический герой. Но самый романтический из всех романтических героев – это кто? Нет, не Белочка, конечно, Иисус Христос. Да? Потому что он приходит, его тоже не понимают. Он тоже оказывается отверженным. Он тоже идет против всего мира. Умирает сам, но спасает весь мир. И говорят, давайте посмотрим на Библию с позиции романтизма. И вот тут-то и начинается самое интересное. Постепенно возникает, уже к XIX веку у нас сформировалось, то учение или то движение, которое мы называем либерализмом или либеральным богословием. И о том, что же это такое, как взгляд на Священное Писание, авторитет Священного Писания, о той проблеме, которая возникла. Возникли, на самом деле, две проблемы. Одна из них заключалась в том, что торжествует материалистическое миропонимание, мироощущение, в котором все, что выходит за рамки осязаемого, за рамки ощутимого, все, что выходит за рамки естественного, признается также несуществующим. И вторая ситуация, второе условие, которое сложилось в начале XIX века или в конце XVIII века, скажем так, это отвержение богословия молодежи. То есть, Христос и особенно богословская мысль, богословское исследование стало для молодежи неинтересно. Людям стало откровенно скучно. И вот возникают попытки, делаются попытки, причем очень успешные попытки, представить Иисуса Христа как высшего и лучшего романтического героя. И попытки действительно имеют успех. За Шлеермахером в его учении устремляется молодежь. То есть, ребята вновь начинают читать Евангелие, ребята вновь начинают слышать об Иисусе Христе. И вроде бы все хорошо. Но возникает вопрос. А как теперь относиться к Библии? Как теперь относиться к Священному Писанию? До торжества материализма, до торжества рационализма Священное Писание принималось целиком безоговорочно. С торжеством материализма, с торжеством рационализма Священное Писание стали безоговорочно выбрасывать. И вот развивается новый взгляд на Библию, новый взгляд на Священное Писание, который получает название «либерализм», «либеральный взгляд». Я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Сегодня слово «либеральный» иногда употребляется чуть ли не как ругательство, особенно в евангельских кругах говорят «ну ты либерал, ну это значит, ну вот с тобой что-то не то». Давайте уразумеем сразу вот какую вещь. Изначально либерализм был попыткой спасти Евангелие, спасти евангельское богословие, евангельское вероучение от нападок. То есть либерализм изначально предполагался как некий способ найти компромисс, найти компромисс между истинной Священного Писания и современными для того времени научными познаниями. То есть считалось, что есть некое противоречие, его нужно было решать. Каким образом решалось противоречие? Вот с помощью либерального подхода, который коротко характеризуется вот на этом слайде. Пожалуйста, Вадим, огласите нам. Библия задерживает Божье Слово наряду с искажениями, привнесенными человеком. Итак, ключевое слово здесь «Библия содержит Божье Слово». Помните, мы с вами на протяжении первых двух часов говорили о том, что Библия является Божьим Словом, или Библия есть Божье Слово целиком. Мы подчеркивали, что все Писание богодухновенно. Мы подчеркивали, что в Священном Писании нет небогодухновенных частей. Здесь же мы говорим о том, что Библия содержит Божье Слово наряду с искажениями, привнесенными людьми, привнесенными человеком. Ведущие либералы XVIII-XIX веков неоднократно обосновывали эту мысль. В частности, они говорили о том, что мы не можем целиком принимать Библию, как она есть, учитывая современные познания в науке, учитывая расширение космоса, расширение мира, среды обитания, если хотите, для современного человека. Мы не можем принимать Библию такую, как она есть, учитывая достижения современной науки. Значит, нам необходимо переосмыслить Библию. Значит, необходимо как-то по-другому к ней относиться. И вот это переосмысление принимает следующую форму. Да, в Библии есть рациональное, или так, в Библии есть полезное зерно. Действительно, Священное Писание полезно. Но наряду с тем, что действительно дал Бог, Священное Писание содержит большое количество человеческих искажений. Основной элемент Священного Писания для либерала, для либерального богослова не божественный, а человеческий. Задача заключается в том, чтобы отделить подлинно Божие Слово от человеческих примесей. Задача заключается в том, чтобы понять, что именно было на самом деле. И вот на протяжении уже более чем двух веков либеральные богословы и либеральные библеисты этим активно занимаются. Начиная от выделения источников Ветхого Завета, они обратили внимание еще в XIX веке, что, допустим, в Ветхом Завете Бог называется то Господь, то Бог. В каких-то главах Господь, в каких-то главах Бог. И сделали вывод, что, очевидно, книга Бытие представляет собой сборник из двух источников. Потом добавили еще два источника, их получилось четыре. Потом добавляли еще дополнительные источники. И начиналось разделение, расчленение книги Бытие на различные источники, из которых она была собрана. Аналогичную участь постигла и Новый Завет. Ну, смотрите, например, как это работает. Вот окормление пяти тысяч, пятью хлебами и двумя рыбами. А либеральное богослово берет эту притчу и говорит, ну, понятно, что так, как там написано, быть не могло. Понятно, что Иисус не мог взять вот эти пять хлебов и две рыбы, помолиться, раздать ученикам. Они раздают всем остальным, и у них увеличивается, и у них вот увеличивается, ниоткуда появляется еда. Так что потом еще и лишнее остается. Но какое-то рациональное зерно, говорят либеральные богословы, за этой притчей все-таки есть. А какое? Предположения по этому поводу самые разные. Одно из самых популярных звучит так. Мальчик принес то, что у него было к Иисусу Христу, и всем остальным пяти тысячам стало стыдно, потому что у каждого из них была своя заначка. А у тех, у кого не было, ну, с теми поделились те, у кого было. И вот когда Иисус помолился над этими хлебами и рыбами, люди стали доставать свои заначки, свои обеды, и делиться этим обедом с другими людьми. Значит, главный урок притчи. Ребята, вы учитесь делиться. Ну, в частности, делиться обедом. Вот. И, собственно говоря, вот и все. Вот и все объяснение. А со стороны это смотрелось, действительно, как чудо. И ранние христиане, дабы придать своему рассказу определенный статус, и дабы представить Иисуса Христа в должном виде, как творящего чудо, вот говорят об этом, как о некоем чудесном событии. Вот Иисус помолился, ученики стали раздавать, и Иисус приумножил эту пищу. Вот такое чистое либеральное, либерально-богословское объяснение притчи Иисуса Христа. Там есть рациональный элемент, да, что вот мальчик приносит эти хлеба, потом привезет рыбу. Все остальное, ну, скорее всего, это домыслы ранней церкви. Мы только что отделили рациональное от иррационального и объяснили одно из чудес Иисуса Христа с либеральной точки зрения. А в Каннах они тоже начали в каждой бутылочке, предполагая, что у них не хватит, да? Да, в Каннах сказать сложно. Одно из объяснений заключается в том, что вино ведь все равно разбавляли. Насколько? Да, насколько. То есть, то, что Он дал, это было разбавленное вино. Тогда, правда, непонятно, почему распорядитель пира так восторгается этим разбавленным напитком. Вот, но объяснения на эту тему существуют. А аналогично, кстати говоря, вот хождение по воде, я уже упомянул притчу, не притчу, а рассказ о том, как Иисус ходил по воде. Либеральное объяснение такое, что Иисус, поскольку жил в тех районах, Он знал, что именно в этом месте, вот в этом конкретном месте существует брод. То есть, да, отмели, Он по этой отмели переходит. Но тогда возникает другой вопрос. Если Иисус знал, хотя Он не рыбак, Он не рыболов, но Он знает об этом, и идет по отмеля, по которому Он, плотник, знает, тогда вопрос, что же Петр испугался? То есть, Петр рыболов, Петр из тех мест. Иисусу было достаточно посмотреть на Петра так, укоризненно, и сказать, Петр, тут отмель, все в порядке, Он пошел. То есть, понимаете, вот, но с точки зрения либерального богословия, да, действительно, они перешли, и потом уже ранняя церковь облекла эти события вот в такие, в такой вид, чтобы рассказать о определенных делах, которые совершил Христос. Вот, причем, либеральные богословы в этих интерпретациях, на самом деле, очень долго не могут договориться друг с другом. Сколько богословов, столько интерпретаций. В 80-е и 90-е годы 20-го века была очень популярна группа ученых, которая называлась «Семинар Иисус». Это была группа ученых из стран Западной Европы, из Соединенных Штатов Америки, и задача их была таковая. Следующий. Они должны были прочитать и изучить весь Новый Завет и вычленить из Нового Завета все те слова, которые Иисус действительно говорил, и все те дела, которые Он действительно делал. И, в конечном счете, издать Библию или свое издание Библии, в которой вот эти настоящие слова Иисуса были бы выделены одним цветом. Возможные слова Иисуса были бы выделены другим цветом, а те слова или дела, которые явно Иисусу приписаны, и ничего подобного Он на самом деле не делал, были бы выделены третьим цветом. То есть вот такое расчленение Священного Писания. А смотрите, либеральные богословы уподобляют Библию старой пластинки. Для нас с вами, живущих в эпоху МП-3 файлов, это, наверное, уже не совсем актуально. Но сравнение примерно звучит так. Вот вы ставите на проигрывателя, у кого они еще остались, старую пластинку с записью голоса Шаляпина или Энрика Карузо. На пластинке есть голос певца наряду с шумами, искажениями и прочего. И прочим, вот задача богослова заключается в том, чтобы реставрировать эту запись, отделить шум и искажения от того, что подлинно представляет собой первоначальный текст, или первоначальные, в частности, слова и дела Иисуса Христа. Так вот, что интересно. Либеральные богословы, занимаясь всем этим, фактически пытались подтянуть, скажем так, Библию, адаптировать Библию к современному миру. То есть, сделать так, чтобы Библия хорошо читалась в контексте современного мира. Один из известнейших, популярнейших богословов-либералов 19-го и 20-го веков, американец, пастор нью-йоркский, у него была церковь в Нью-Йорке, Гарри Эмерсон Фоздик, такая смешная у него фамилия, Фоздик. Вот как раз Фоздик в своей жизни очень много писал о том, что наш мир в своем познании далеко ушел от Библии. Мы должны новым взглядом посмотреть на Священное Писание, новым взглядом посмотреть на Библию. Вот много лет он так писал, много лет он так говорил, но в конце жизни Фоздик берет и пересматривает эти взгляды. Уже в конце жизни Фоздик пишет совершенно по-другому. Он говорит, в молодости мы сурово заблуждались, мы пытались приспособить Библию к нашему миру. Ошибка заключалась в том, что бесполезно приспосабливать Библию к сумасшедшему дому нашего современного мира. Лучше поступить иначе. Сумасшедший дом нашего современного мира должен быть реформирован на основе Священного Писания. То есть вот этот человек, один из известнейших, популярнейших либералов того времени, вдруг берет и переоценивает свои взгляды. Вспоминается здесь песня группы «Машина времени». Помните, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. То же самое и здесь. Не стоит прогибать Библию под изменчивый мир. Пусть лучше мир прогибается под Библию, под Слово Божие. То же самое, в общем-то, и пишет Фуздик. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Давайте с вами поймем вот что. Да, читая Библию, мы будем встречаться со сложностями. Мы будем встречаться с тем, что кажется противоречиями. С тем, что надо как-то объяснить. И вот либерализм поначалу кажется весьма привлекательной системой. Ну вот, просто мы говорим о том, что эти сложные места, эти несуразные места, это явно от Бога. Извините, это явно не от Бога, это от человека. Ну, например, идея размозжить головы младенцев вавилонских, разбить головы младенцев вавилонских из псалмов. Это человеческая примесь. Значит, ее нужно убрать. Значит, нужно оставить только то, что действительно от Бога. И нам может казаться, что мы тем самым решаем проблему. Вот на самом деле, друзья мои, мы создаем еще больше проблем. Что я имею в виду? Первое. Говорю словами Грибоедова. О суде и кто? То есть, кто будет решать, что от Бога, что от человека? Один конкретный богослов? Или собрание богословов? Как, например, было с семинаром Иисусом? В любом случае, получается, что судьей Бога и судьей Божьего Слова оказывается человек. То есть, человек ставит себя таким арбитром, который начинает просеивать Божье Слово. Но сколько людей, столько и мнений. Смотрите, что получается тогда при практическом применении либерального богословия. К вам подходит человек и говорит, я собираюсь развестись, потому что нашел женщину красивее, чем моя жена. Вы ему показываете священное писание. А он что вам на это отвечает? Так это же не Бог, это люди придумали. Причем очень-очень давно. Сейчас мир живет иначе. Надо же Библию все-таки рассматривать с современной точки зрения. И рассматривать. Смотрите, что вышло. У вас с этим человеком не остается поля для беседы. Вам сложно найти общий язык. Библия перестала быть для него авторитетом. Понимаете, принимая либеральное богословие, вы теряете возможность утверждать что бы то ни было. Потому что обязательно найдется человек, который по поводу любого, не понравившегося ему вашего утверждения, скажет, что «а это вы так придумали». Или «а это в древности так думали». На самом деле это не отбуды. И по большому счету начинается хаос. Вот в этот хаос как раз и попал в частности Гарри Эммерсон Фозди, которого я сегодня цитировал. А как быть, как выйти из этого хаоса? Вот к концу жизни он все-таки понял, что его либеральные взгляды здесь не совсем уместны. А выходит и по-другому. Другие выходы мы увидим с вами. Мы увидим другие взгляды на этот вопрос, на вопрос богодухновенности священного писания. Но надо понять, что даже если, встретившись с трудным, сложным местом священного писания, вы вдруг захотите стать либералом, ну, там проблем еще больше. И одна из проблем – осудить кто. Есть и другие проблемы. Либералы говорят о том, что, ну вот, что-то мы берем, что-то отбрасываем. Но события в священном писании тесно связаны друг с другом. И вот, например, грехопадение – это что, миф или как? Это миф или реальность? Один из недавних епископов, епископов кентерберийских, между прочим, заявил однажды, что всякий, кто считает первые 11 глав книги «Бытия» реальностью, должен пойти к психиатру. Вот, ни больше, ни меньше. Значит, если для вас начало книги «Бытия» – это реальность, если действительно были Адам и Евы, если был Ноев Ковчег, вот, вам есть смысл провериться, говорит архиепископ. Здорово, да? Вот. Но теперь смотрите. Смотрите, к чему мы приходим дальше. Если первые 11 глав книги «Бытия» не считаются реальностью, значит, грехопадение – это аллегория. Если аллегорично грехопадение, то на самом деле мы не отчуждены от Бога нашим грехом буквально, и мы не буквально грешники, а мы типа грешники. Но, в принципе, можем совершенствоваться. Понимаете, какая вещь? И дальше начинает рушиться все остальное. Вот мы не можем с вами утверждать, что третья глава книги «Бытия» – это миф, а 27-я, 28-я глава Евангелия от Матфея – это реальность. Потому что если грехопадение аллегорично, или это только аллегория, то зачем тогда было реально Иисусу Христу проливать на кресте свою кровь? Совершенно конкретную кровь. Тогда мы можем сказать дальше – а нет, и то, и другое аллегория. Но как только мы говорим, что и кровь Христа – это аллегория, то тогда вопрос – а мы вообще христиане или нет? И напрашивается ответ – наверное, нет. Потому что тогда мы можем сказать, что у разных религий есть разные аллегории, какая тебе больше нравится, в такую ты и веришь. Это не так, что есть определенный номер трамвая, или троллейбуса, автобуса, чтобы попасть в определенное место, на определенную улицу, ты должен сесть именно на него. Нет. Ты садишься на любой, куда тебе больше нравится. И все тебя, в принципе, привезут туда, куда надо. И вот здесь серьезнейшая опасность либерального богословия. То есть, как только мы говорим, что мы сами судьи и авторитеты истинности, в частности, истинность того же слова, а начинаются другие проблемы, как отделить одно от другого, и что делать, если какие-то реальные события или реальные богословские утверждения основаны на утверждениях, признанных нами аллегоричными. К сожалению, либеральное богословие имело, в частности, в Западной Европе имело и имеет свои негативные плоды. Вот то, что начиналось как попытка спасти христианство, привело к возникновению христианства, обусловленного чисто культурой. То есть, да, мы можем почитать Библию, в которую мы примерно совершенно не верим при этом. Да, мы можем помолиться Иисусу, потому что это хорошо звучит. Если вместе с нами могут будут молиться другие люди, которые тоже красиво молятся, мы и с ними помолимся. В конечном счете, все сводится к приятным ощущениям. Был ли Иисус на Голгофском кресте? Да вообще не важно. Главное, чтобы в мире были. Все, да, жили в мире. Ну и тогда христианство выражается, извините, в философию Кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Очень серьезный такой путь, но путь, по которому очень легко пройти, на этот путь очень легко попасть. Еще раз, да, в священном писании, в интерпретации священного писания действительно есть сложности. Это непростое задание. Это непростая задача, непростое дело. Но я просто хочу вам показать, и хотел сейчас показать, куда приводит путь либерализма, который сулит простое решение этих сложностей. Вот никакому простому решению этих сложностей, решению этих проблем, либерализм нас не приводит. Скорее всего, либерализм приводит к неверию. Расскажу вам одну маленькую историю, в качестве такой страшилки. К сожалению, либерализм сегодня в богословских кругах, в кругах ученых-богословов, очень распространен. Пожалуй, даже более чем в Германии в XIX веке. Либералы того времени не могли себе представить того, что происходит сейчас, сегодня здесь. Вот один человек, один мой знакомый, поехал получать докторскую степень, и поехал он получать ее как раз в либеральную семинарию. Вернулся, получил свою докторскую степень, и стал проходить собеседование для того, чтобы устроиться на работу. А на работу он хотел устраиваться в ту семинарию, в которой сам учился. И с ним начинают беседовать, и задают ему вопросы. Он говорит, ну как, говорят, вы относитесь к книге пророка Исаии? Он смотрит на комиссию, которая задает ему вопросы, и говорит, ну помилуйте, ну кто же сегодня верит в Исаию? Ни много, ни мало. Другой человек, прошедший примерно такой же путь, пришел к тому, что Библия богодухновенна ровно в той же степени, в какой богодухновенны библейские комментарии. Вот я сейчас комментирую Библию. Если я правильно более-менее комментирую, мой текст, мой комментарий богодухновенны. Авторы Библии были богодухновенны точно так же. То есть, в общем-то, что апостол Петр, что апостол Павел, что Олег Шевкун, в общем-то, разницы нет. И тот, и другой богодухновенны. И у того, и другого есть ошибки. Задача просто в том, чтобы пропустить мимо ушей ошибки апостола Павла, ошибки Олега Шевкуна, Валерия Гутерова и так далее. Но задача та же самая. Вот это, к сожалению, путь либерального богословия и в этом и его опасность. Академия Гутерова и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok